всем привет сегодня у меня официальный выходной поэтому я решил записать ролик с очередным музыкальным плагиатом где мы вместе с вами послушаем и решим плагиат это совпадение или простое сэмплирование и не нужно в очередной раз писать что нот всего 7 что это типа вы не слышите и бла 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 что музыка купленная ну и так далее да возможно это и совпадение ведь совпадение возможно но вы когда пишите хит всегда помните о том что до вас это может уже кто-то и написал и так готовьте чай кофе или что-нибудь покрепче я начинаю но для начала подпишись на канал для того чтобы не пропустить следующие видосы плагиата а также другие ролики на нашем канале поверьте они ничуть не хуже чем плагиат всех приглашаю к просмотру ставьте лайки и обязательно присылайте свои находки нам в комментарии мы все читаем и все отслушиваем и если вы не нашли своего примера в наших выпусках ничего страшного мы все записали но а также вы присылаете очень много того что уже к сожалению было в предыдущих выпусках будьте внимательны и так пожалуй начну с песни артема углярова это бывший участник группы джокера а также участник шоу хочу к меладзе вообще знаете когда я услышал впервые трек тату на коже мне сразу показал что песня очень похожи на лену темникову не модные я решил тут же написать артему в директе в инстаграме посмотреть что мне ответит на это артем не ответил что на эту тему он даже говорить не хочется чтоб deep house в его понятии он весь почти одинаковый ну что теперь умереть что ли типа но лучшая защита это как говорится нападение итак давайте сравним далее дотрону сережу лазарева и диму билана у них в 2017 году вышел трек прости меня многие из вас наверняка его помнят ну вот от кого от кого от этой парочки я меньше всего ожидал какого-либо плагиата или совпадения конечно может это и не до конца плагиат но черт уж очень напоминает этот трек песню 2009 года карие глаза от исполнителя охра вы сравните там и напишите мне показалось вам или нет ну а дальше вообще прям не заморачивание артиста ну я так называю это и причем знаете я даже не знаю можно ли это назвать плагиатом или тупо ремейком или еще какой-то хренью но факт на лицо но причем как по мне ну и не только по мне цвет настроения синий у киркорова уж очень 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 похож на песню и биться сердце перестала у того же киркорова и николая баскова мне показалось ну и опять же не только мне что просто киркоров сэкономил он взял минусовку на цвет настроения синий и наложил на нее немножко другие слова вот и все но как говорится дважды в реку не войти я уж не знаю получится у него очередной хит как цвет настроение синий или нет а что думаете вы напишите мне в комментарии в 2018 году мы услышали странный дуэт от группы ленинград и глюкозы песенка называлась жу-жу-жу но не только мне но и также некоторым подписчикам показалось очень схожая эта песня с песней мадонны ссори песня у мадонны кстати вышла в 2006 году давайте сравним в 2018 году выпускает трек названием one love причем он эту фразу единственную в песне спел так и как будто она он английского вообще не знает и ни разу его не слышал а всегда говорит по-немецки так не суть все послышали все услышали что песня one love напоминает чего правильно которая в 2017 году выпустила трек ништяк давайте послушаем похоже салим поможет мут а м 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 Всеми любимая группа Руки Вверх в 2017 году записала и выпустила трек с названием «Плачешь в темноте». Ох уж эти артисты из 90-х. Лично мне песня напомнила песню «Ближе к небу», которая в 2009 году исполнялась фабрикантами Владом Соколовским и Дмитрием Бигбаевым. На тот момент они были дуэтом группы Бис. Послушайте, вы обязательно сходство заметите. Кстати, желаем Сереже Жукову скорейшего выздоровления и с легкостью перенести третью операцию. Выздоравливай, Сергей. Матранг. Мда, этого артиста я, если честно признаюсь, не слушал никогда. Нет, конечно, безусловно, я знал, что есть такой исполнитель Матранг и что он поет некую странную песню с названием «Медуза». Но вы не поверите, я реально его никогда не слушал. И вот тут послушал и, блин, подсел. Наверное, даже подумал я сделать полный обзор его недавно вышедшего альбома. Суть пока не в этом, а в том, что у него на альбоме есть трек, который называется «Там где». И уж очень похож этот трек на песню опять той же Елены Темниковой, которая только вышла в 2016 году и называлась «Тепло». Давайте сравним. Рокеры из группы B2 выпускают в 2017 году трек «Черное солнце». Ну ничего, так, в стиле B2 песня. Ну и, как оказалось, эта песня в стиле группы Омпф. У них песня есть такая «Jeddy Rise, Heart in End». И это явно неправильно я произнес, поэтому название вот здесь. Короче, песня вышла в 2015 году, давайте слушать. Команда Blackstar уже не раз была замечена в плагиатах. Для них, видать, вообще нет ничего запретного, просто взять и переделать немножко. Ведь они много где взаимствуют и все об этом знают. И вот недавно у Мото вышел трек, который называется «Малая». Но, блин, уж очень этот трек смахивает на песню «Sugar», которую в 2015 году исполнил Робин Шульд и Франческо Йеттс. Наверняка помнят все Евровидения этого года. Помните Венгрию? Так вот, теперь сравните участника от Венгрии с песней 97-го года у группы Король и Шут. «Лесник» она тогда называлась. Есть сходство. Я вообще, если честно, не понимаю, как на это Евровидение прошло реально очень много плагиата. Если вы знаете, напишите мне в комментарии. Ну и напоследок отмечу группу Чоколадз и их песню «Бразилия Карнавал». Песня вышла в далеком 2009 году. Ну, непонятно, как так получилось, но в далеком 2000 году в России у группы «Гости из будущего» выходит трек «Так отважно». Вот, друзья, такое тоже бывает. И как это назвать? Совпадение или плагиат? Пишите в комментарии. Ну, а на сегодня у меня всё. Я очень надеюсь, что вам понравились приведенные мною примеры в данном выпуске. Спасибо всем тем, кто присылал эти примеры нам в комментарии. Не забывайте подписываться на канал, жмякать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видосы. Ставьте лайки и пишите в комментарии о своих находках в плагиате. Не забывайте смотреть остальные ролики на нашем канале, если вы ещё это не сделали. Выбирайте, жмите, смотрите. Всем хорошего настроения. Пока!